В последнее время, естественно, есть угроза на южных рубежах, но мы чувствуем некоторое нагнетание и на западной границе. В связи с этим, как складывается обстановка в белорусском небе? Вот эта активность, о которой вы сказали, конечно, не может остаться нами незамеченной. Мы уже отмечаем, что с начала этого года, ну и по сравнению, допустим, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации стран НАТО. Причем для этих полетов задействуется авиация фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО. У наших границ, фактически ежедневно, либо через день, мы наблюдаем полеты самолетов дальнего революционного обнаружения управления Е-3. Здесь находится самолет Е-7 из австралийских военно-воздушных сил. Самолеты перед надеждой Швеции, Великобритании, Франции, США. Поэтому, конечно, эту активность мы отмечаем. И это заставляет нас изучать тактику применения разведывательной авиации. Ну, фактически рисовать, условно говоря, рисовать радиолокационные, радиотехнические портреты этих самолетов. То есть мы снимаем характеристики их, изучаем тактику и готовимся. Иными словами, чем больше они летают, тем больше уроков мы извлекаем из тактики их применения. А какова цель этих полетов? Во-первых, отслеживать любые мероприятия боевой подготовки, может быть, каких-то перемещений в войск на нашей территории. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что всю разведывательную информацию, которую сейчас получают страны НАТО, страны, вот, сопредельник нашей республики, стран, используется в интересах вооруженных сил Украины. Если вернуться немножко назад, весной в связи с событиями в Брянской области наши ВВС и войска ПВО несколько дней были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом и президент говорил. И сейчас, к примеру, сбили российский самолет с украинскими военнопленными на борту. Вот этим эпизодом, который мы сейчас рассказали, конечно, они тоже были подвергнуты серьезному анализу. Мы понимаем, каким образом был уничтожен самолет Ил-76, мы понимаем, каким оружием, мы понимаем, скажем так, ракеты каких модификаций были поставлены Украине, которые способны были на этом удалении, на этой высоте сбить российский самолет. Поэтому, конечно, сейчас мы фактически получаем возможность извлекать уроки. Леонид Вячеславович, а в целом конфликт на Украине как повлиял на расстановку сил и в наших вооруженных силах? Мы, скорее, на основе вот этих вот уроков, о которых мы говорим, мы стали более избирательно и взвешенно подходить к закупкам того или иного вооружения. Сейчас закупаются боеприпасы, именно те, которые, мы понимаем, могут пригодиться в потенциальном конфликте. От каких-то образцов вооружения, которые мы понимаем, что сейчас неэффективны, мы не то, чтобы не отказываемся, но мы пересматриваем подходы к их применению. И, конечно же, используя выводы, которые мы можем сделать, наблюдая за конфликтом на Украине, мы изменили подходы к подготовке войск. Сейчас и лётовый состав, и подразделения сухопутных войск по-другому готовятся к выполнению задач по предназначению. Прошлым летом на вооружение поступили новые вертолёты Ми-35. Какие они сейчас выполняют задачи? Сейчас они выполняют задачи свойственные данному типу вертолётов. То есть это отработка боевого применения, в первую очередь, на полигонах днём и ночью. Кроме того, выполняют задачи боевого дерутства по противовоздушной обороне, ну и для подготовки собственного лётного состава, для повышения уровня их квалификации. Какое ещё новое вооружение в ближайшее время или когда планируется, что поступит ВВС и ПВО? Мы продолжаем обновлять парк нашей истребительной авиации. Я думаю, что в обозримой перспективе мы закончим обновление парка нашей истребительной авиации, потому что самолёт МиГ-29, который верой и правдой служит там уже не одно десятилетие, подходит к рубежу, когда ресурс собственный будет выработан. И, соответственно, мы нуждаемся в новой авиационной технике для выполнения задач истребительной авиации. В целом мы видим, что наше небо под надёжной защитой. У нас есть и серьёзное вооружение, те же С-300 и С-400. Но мы видим, что есть угроза и от мелких летательных аппаратов. Дроны могут нести боевой заряд. Всё, что касается критической инфраструктуры в нашей стране, всё, что касается критической военной инфраструктуры, мы принимаем конкретные меры для того, чтобы защититься. Для этого принимается на вооружение и закупается новое средство радиоэлектронной борьбы. Это во-первых. Во-вторых, принимаются меры по укрытию, физическому укрытию наиболее дорогостоящих образцов вооружения военной техники, в частности, самолётов. Принимаются меры, скажем так, организационного характера. То есть мы изменили подходы к охране и обороне тех или иных объектов. Мы изменили подходы к мониторингу, скажем так, территории. Вокруг критически важных объектов. Поэтому, конечно, выводы мы делаем в этом направлении. Бесплотные летательные аппараты, которые стоят, может быть, не очень большие деньги, но ущерб, который могут нанести с избрим, с ударом крылатой ракеты или какой-то мощной авиационной бомбы. Ну и электральная кампания 2025 года многим не даёт спать спокойно. Это тоже такой фактор разбалансировки. Я думаю, этот фактор может быть основной картой при разыгрывании, скажем так, различных сценариев наших потенциальных противников. Ведь стремление раскачать страну изнутри всегда продиктовано тем, что это, как правило, намного дешевле, чем воевать. Как раз таки в ходе всего этого предвыборного процесса, я думаю, что мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупают и будут дальше продолжать прощупывать, скажем так, со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать нас на какие-то действия. Как мы себя поведём в ту или иную ситуацию, если на нашу территорию залетит какой-либо гражданский самолёт? Мы, конечно, будем вынуждены применять по нему оружие. Ведь сценарий, который обкатывался уже неоднократно. И потом с обвинениями в убийстве мирных граждан, мирных пассажиров, которые случайно заблудились. Ведь эти сценарии нам известны, мы о них знаем. Мы готовимся к такому, в том числе, к таким провокациям. Для этого круглосуточно, ежедневно, 2-4-7, дежурят наши расчёты зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск, экипажи авиации, истребительные авиации, авиации непосредственно авиационной поддержки, наши боевые вертолеты. Именно для этого мы готовимся, для того, чтобы пресечь их. И это внушает надежду на то, что всё разрешится самым мирным путём. Я думаю, чем лучше мы будем с вами работать, чем качественнее мы будем выполнять свою работу, тем меньше вероятность того, что на нашем островке безопасности наступят плохие времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова